Декларация по форме 3 НДФЛ До 30 апреля физические лица, поименованные в статье 228 Налогового кодекса. А именно, это физические лица, получившие доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет. Это продажи у нас гаражей, садовых домиков, участков, земельных участков, квартир, жилых домов и транспортных средств. Обращаю внимание, что продекларировать доходы необходимо, независимо от полученного дохода. Следующая категория, которой мы уделяем внимание, это физические лица, получившие доходы от сдачи имущества в аренду, получившие доходы по договорам дарения, как в денежной, так и натуральной форме. Физические лица, получившие выигрыши, подарки, призы, при получении которых налоговым агентам не был удержан налог. И следующие категории налогоплательщиков, другие поименованы в статье 228. По состоянию, на 29 апреля отчиталось 70% налогоплательщиков, обязанных продекларировать свои доходы. Но следует отметить, что налоговым кодексом за нарушение срока представления декларации предусмотрены штрафные санкции. Минимальный штраф составляет 1000 рублей. Штрафные санкции – это неприятные моменты, поэтому старайтесь их избежать и представить декларацию своевременно. Декларацию можно представить лично, направить по почте, по телекоммуникационным каналам связи. Прием декларации 30 апреля будет осуществляться с 9 до 19 часов без обеденного перерыва. Важное дополнение. Налогоплательщики, у которых отсутствует обязанность по предоставлению декларации, вправе представить декларацию о доходах по форме 3 НДФЛ, заявленными стандартными социальными и имущественными вычетами в любое время. Всем прочим, с отчетами для налоговой оттягивать не стоит. Тем более, что заполнять декларации сейчас довольно удобно. И подать их, возможно, напомним, не выходя из дома по электронной почте. Так что главное получить программу декларации. Но и это не проблема. Программу для заполнения декларации по форме 3 НДФЛ можно скопировать на флеш-носитель с компьютера, установленного в оперзале инспекции. Также можно скачать с сайтов ФНС России, налог.ру, электронные услуги, сервис называется электронные услуги для физических лиц, а также сервис личный кабинет налогоплательщика физического лица. Выпуск продолжит рекламу. Оставайтесь на 12 канале.